Привет, друзья! В этом видео я проведу тесты сверхъемких призматических литий NMC элементов Tafel на 106 Ач. Эта фирма довольно известна в Китае. Впервые я с ней столкнулся, когда увидел вентилятор фирмы Tafel. Я еще подумал, что это специально исказили фирму Tafel, так как это имя на слуху и так можно больше товара продать. Но оказывается, реально такая фирма существует, хотя может она и выросла как раз из фирмы, которая продает всякую фигню под маркой, созвучной с известной фирмой Tafel. Кто знает что-то большее про эту фирму, как она образовалась, с чего начинала, пишите в комментариях, буду рад пообщаться. Я часто использую в своих проектах элементы фирмы Cuttle, тоже на 100 Ач. Но Cuttle более дорогие, плюс их новыми не найти и они стоят очень дорого. А бэушные даже стоят дороже, чем эти новые Tafel. Причем они еще и на 106 Ач. На 6 Ач больше. Итак, характеристики, которые заявляет производитель. Номинальная емкость элемента 106 Ач. Внутреннее сопротивление менее 1 мОм. Тут они скорее всего перестраховались и точно не указывают. Диапазон рабочих напряжений от 2,75 В до 4,2 В. Номинальное напряжение 3,67 В. Номинальный вес элемента 1,93 кг. Размеры элемента. Длина 125 мм. Ширина 55 мм. Высота без вывода 129 мм. С выводом 125 мм. Ток заряда 1С, то есть 100 А. Максимальный ток заряда 2С, то есть 200 А. Что сомнительно, конечно. Как долго они прослужат в таком режиме? Это нужно проверять. Ток разряда длительный 1С, то есть 100 А. Максимальный кратковременный ток разряда 3С, то есть 300 А. Количество циклов при температуре 25 градусов. И токи заряда 1С, то есть 100 А. И если использовать диапазон ёмкости от 2 до 98 процентов. Полторы тысячи циклов. Количество циклов при температуре 45 градусов. И токи заряда 1С, то есть те же условия, кроме температуры. Если использовать в диапазоне ёмкости также от 2 до 98 процентов. Тысяча циклов. То есть превышение температуры с 25 до 45 градусов в режиме работы. Снижает ресурс с 1500 циклов до 1000 циклов. Это очень важно знать при эксплуатации лития. Оптимальный диапазон рабочих температур от 15 до 35 градусов Цельсия. Диапазон рабочих температур заряда от минус 20 до плюс 55 градусов Цельсия. Диапазон рабочих температур разряда от минус 30 до плюс 55 градусов Цельсия. Диапазон температуры хранения от минус 35 до плюс 60 градусов Цельсия. Измерю реальные габариты. Заявлять то могут одно, а по факту что? Длина 126 миллиметров, получается на 1 миллиметр больше чем заявлено. Толщина 55 миллиметров. Толщина соответствует. Высота без вывода 122 миллиметра на 1 миллиметр больше. Но тут плюс-минус. И высота с выводом 125 миллиметров. Высота соответствует. Теперь взвешу элементы. Заявлено было 1,93 килограмма. Реально 1,83 килограмма. На 100 грамм меньше. 1,83, 1,83, 1,83. Небольшая разница есть в несколько грамм. Ничего страшного. Но на 100 грамм меньше, чем заявлено. Интересно. Теперь измерю внутреннее сопротивление. Внутреннее сопротивление щупов равно нулю. Сопротивление первого элемента. 0,35 миллиома. Сопротивление второго элемента. 0,4 миллиома. Сопротивление третьего элемента. 0,41 миллиома. Сопротивление четвертого элемента. 0,38 миллиома. Получается, сопротивления элементов, не более 0,4 миллиома. Это очень хорошо. Отличное сопротивление. Сейчас возьму два образца. Припаяю к ним провода. и подключу к зарядному устройству для замера емкости. Это один из самых важных показателей. Я также его не могу не измерить. Провода припаяны, элементы подключены к зарядному устройству. Чтобы не терять время, поставлю максимально возможный ток заряда. 40 ампер. Все, пусть заряжается. Как только зарядится, измерю внутреннее сопротивление заряженных элементов. Изменилось оно или нет. И сразу же приступлю к разряду и замеру емкости. Заряд продолжается всего 14 минут. Но зарядное устройство даже при заряде прилично греется. При таких-то токах в 40 ампер на каждый канал. Да, питаю я сейчас от батареи. Только она способна в тихом режиме отдавать такие токи. Не хочу подключать мощные серверные блоки питания. Они слишком сильно шумят. Разряжать буду в регенеративном режиме, чтобы не мучить зарядное устройство. Потому что она при разряде на больших токах будет жестко греться. В регенеративном режиме энергия с разряжаемых элементов подается, в данном случае в моем, на вход зарядного устройства в питающий аккумулятор. В этом случае можно разряжать токами в 40 ампер без проблем. Элементы заново зарядились. Замечательно. Измерю внутреннее сопротивление. Изменилось ли оно. Чтобы погрешная зарядка не давала, отключу элементы от зарядки. Сопротивление щупов практически равно нулю. Сопротивление правого элемента 0,35 мОм. Если учитывать, что погрешность прибора 0,05 мОм, то сопротивление стало 0,3 мОм. Чуть-чуть уменьшилось. Сопротивление левого элемента тоже 0,35 мОм. Минус погрешность прибора 0,3 мОм. Чуть-чуть уменьшилось. Что неудивительно для литий NMC элементов. У литий-титаната практически сопротивление не изменяется. В какой бы он степени заряженности не был. Но вот если его заморозить, то сопротивление увеличивается. Может даже раза в два увеличится. Но если заморозить такие элементы, то сопротивление у них вообще очень сильно увеличится. Даже проводить эксперименты не стоит. Кстати, пишите в комментариях, будет ли вам интересно, если снять видео по тем же литий-титанатным элементам Янлон. Замерить их внутреннее сопротивление при комнатной температуре. И если их заморозить до минус 20 до минус 25 градусов в морозилке. Разряжать элементы буду током 40 ампер в регенеративном режиме до 2,75 вольта. И левый элемент точно так же. Итак, элементы разрядились. Левый отдал 109 ампер час. Правый отдал почти 111 ампер час. Офигеть! Не часто такое встречается, чтобы реальная емкость была больше, чем заявленная. Особенно с китайскими брендами. Измерю внутреннее сопротивление разряженных элементов. Сопротивление щупов практически равно 0,04 миллиома. Сопротивление правого элемента 0,35 миллиома вообще не изменилось. Интересно, интересно. Но это очень хорошо. Сопротивление левого элемента 0,34 миллиома тоже не поменялось. Все остальное я считаю, что это погрешность прибора. Очень стабильные элементы, однако. Блин. Причем за такую вкусную цену, которую они там стоят. Особенно если заказывать большую партию. Если кому нужны эти элементы, то пишите на WhatsApp. Вы сейчас видите на экране. Можно будет вместе объединиться и закупить сколько кому надо. Более большую партию по вкусной цене. Емкость элементов известна. Теперь можно посчитать удельную энергоемкость этих элементов. Я возьму минимальное значение 109 ампер час умножу на 3,75 вольта. Среднее значение напряжения элемента. И поделю на 1,83 килограмма. И получу удельную энергоемкость 223 ватт час на килограмм. Это очень достойная энергоемкость. Элементы прям очень неплохие. При таком токе они немножко тепленькие стали. 40 ампер для них конечно это не ток. По любому они 100 ампер переварят. А то и 200 и 300 без проблем. Эти элементы можно использовать в электротранспорте. Особенно мощном габаритном электротранспорте. Можно использовать солнечные энергетики. Как накопители энергии. Если помещение отапливаемое. Я из таких элементов планирую собирать разные проекты. В том числе буду собирать аккумуляторы для электрических лодок. Это очень хороший форм-фактор. Аккумуляторы получаются компактными, легкими. Как это было с элементами CATL на 100 ампер час. А теперь с этими элементами они будут еще и дешевле. Это очень хорошо. Я рад, что эти элементы отдают свою емкость положенную. Что производитель не обманывает с характеристиками. Это просто замечательно. Я рад каждому, кто смотрит мои видео. Делится ими в соц. сетях. Ставит жирные лайки. Оставляет большие комментарии из 5 и более слов. Это помогает продвигать канал и видео в целом. Статистика YouTube подсказывает мне то, что среди всех этих просмотров на моем канале всего лишь 10% просмотров это просмотры людей, которые подписаны на мой канал. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. Будет еще много интересных тестов. Много интересных элементов. Замеры емкости. Тесты на пожаробезопасность. Сборки готовых аккумуляторов и так далее. Будет очень интересно. Обязательно подписывайтесь. А также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok